Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о недавней инициативе, которая до сих пор гуляет в кулуарах власти. Ввести в Россию налог на малодетность. Тем более такой запрос оформился от подписчиков канала. Ну, как, наверное, нетрудно догадаться, для чего государству нужен этот налог. Во-первых, чтобы в семьях было большее количество детей, и во-вторых, чтобы существовал сам этот налог, чтобы те семьи, в которых детей мало, платили налог. Вот в связи с этим предлагаю рассмотреть государственную инициативу именно так. Во-первых, зачем государству нужно большее количество детей в семьях, и во-вторых, зачем нужен этот налог. В принципе, я разбил и то, и другое по причинам на пункты, на основные 5-6 пунктов касаемо детей, и столько же примерно касаемо непосредственно налога. Даже так конспективно себе набросал. Ну, начнем с детей. Для чего это нужно государству? Первое. Если в семье есть дети, то увеличиваются траты семьи. Во-первых, покупается продукция на этих детей, то есть большее потребление. Во-вторых, покупается специфическая продукция. Не только большее потребление еды, например. Ну, еда это общая продукция, все едят. А и, допустим, какое-нибудь там детское кресло, коляска и так далее. Во-первых, та продукция, которая необходима для ребенка, а во-вторых, та, которую можно навязать. То есть, ну, ездили там дети всю жизнь в машине нормально, и вдруг, раз, никак без кресел нельзя. И стоит ли удивляться, если окажется, что там производство кресел возглавляет в России какой-нибудь родственник, кого-то из власть придержащих. Я думаю, что так примерно и есть. То есть, кто-то какую-то инициативу продавливает, завтра продавят, что, не знаю, у детей должны быть шипованные ботинки, чтобы они не падали за лед, держались, и поэтому штраф вам, если у вас ребенок в нешипованных ботинках. Ну, короче говоря, продавливать через лоббирование в той же Госдуме законы, которые будут просто осуществлять сбыт продукции, определенной ненужной продукции. И более того, очень быстро потребляемой. Если вы купите кресло для себя, не знаю, в машину, вы его можете потреблять, там, 10-15 лет. Если для ребенка, то понятно, что дети быстро растут, оно будет потребляться очень быстро. Максимальный сбыт продукции. Это деньги, выручка, налоги, которые потом разворовывать можно. То есть, это кормление власть имущих. Вот и все. Это первая причина. Вас включают и очень сильно включают, намного сильнее, чем если бы детей не было в экономику, в качестве там шестеренки, пока она не сломается. Вторая причина. Это кабальность. Кабальность, рабство и управляемость. Ну, подумайте. Допустим, вы такой фрилансер. Вы сами по себе. Когда-то у вас есть деньги, когда-то их маловато. Ну, вы более-менее перебиваетесь. И тут вдруг начальство начинает откровенно вам хамить, что, не знаю, в субботу выйдем, в воскресенье выйдем, ботинок мне лежи, я начальник, ты дурак. Будете ли вы терпеть? Да пошел ты. Там есть у вас заначка в 20 тысяч. Ну, успеете вы на нее работу найти, вот, пережить на эти 20 тысяч поиск новой работы. На тебе жалобу в прокуратуру, начальник. Еще вряжься. И уволились. С дембельским аккордом. Сможете ли вы то же самое сделать, если у вас дети на обеспечении? Вы будете уже такой хорошенький, впряженный раб. Вы будете тянуть лямку, и если вдруг на вас еще там что-то навалют, вы будете тянуть и это. Пока не свалитесь. То есть управляемость человеком. Следующее. Подконтрольность человека. Это немножко не то же самое. Имеется в виду подконтрольность скорее политическая, моральная, социальная. А в первом случае, когда я говорил про рабство, это экономическая подконтрольность. Что такое подконтрольность здесь? Детей можно отобрать. Давайте, повыпендривайтесь. Расскажите что-нибудь там, скажем так, отличающееся от генеральной линии партии. Валяйте. Только завтра к вам придут и запеки попечительства, и ваших детей, оказывается, можно отобрать. Потому что у вас там что-то не так. Это знание ваших мыслей. Почему бы, собственно, у детей не спросить вести дневник в школе? А что там родители дома делают? А о чем они, сволочи такие, говорят? И так далее. А как они к тебе относятся? Как они тебе рассказывают, что партия наша рулевой? Или не рассказывают? То есть через детей очень достигается серьезная подконтрольность. С одной стороны, можно узнать информацию. С другой стороны, можно угрожать всегда изъятием этих детей из семьи. Примерно так. Следующее. Это аморфность человека, который достигается за счет, ну как бы сказать, ложного смысла жизни. У вас все распланировано на будущее. Попытаетесь ли вы бежать из страны, если вы четко знаете, что в такой-то момент у вас будут дети, в такой-то момент у вас будут внуки. Делать вам для этого нужно то-то и то-то, обеспечивать так-то и так-то. Попытаетесь ли вы изменить свое будущее каким-то образом? То есть вас не устраивает вот такая жизнь. Вы понимаете, что ваша жизнь плебея, условно говоря, приведет к старости плебея. И вас это не устраивает. Вас уже молодость плебея не устроила, какова же будет старость. А давайте-ка я изменю. А что вы измените с детьми? Попытаетесь, измените. Только если вы без детей где-то можете на работу устроиться, за рубежом, допустим, то здесь нет. Одна и та же зарплата, которая позволила бы вам там карантинный период, условно говоря, прожить, здесь уже не позволит. То есть вы обрастаете, вы пускаете корни, и поэтому вы становитесь аморфны, как дерево. Оно не бегает, не прыгает, оно стоит на месте, потому что у него корни есть. Это государству тоже выгодно. Опять же, вы не будете, ну, возвращаясь к предыдущим причинам, вы не будете, скажем так, выпендриваться откровенно. Потому что если вы не аморфны, вы скажете, я сейчас навыпендрюсь и убегу. А здесь навыпендривайся, только тебе потом тут жить. Подумай. Тоже причина. Теперь следующее. Все причины в одну. Новый круг. Внуки. Если у вас есть дети, то, скорее всего, у вас будут внуки. Знаете, сколько людей сейчас не могут жить на свою пенсию? Не потому, что пенсия мала. В принципе, они бы выживали на нее. А потому, что надо внуков содержать. Ого, дофига. Поэтому внуки, это все, что я перечислил с детьми по второму заходу. Как говорится, мало вам показалось? На еще. Это что касается детей. Для чего они нужны государству. Теперь, для чего государству нужен непосредственно вот этот налог на малодетность. Ну, во-первых, что такое налогообложение? Это перераспределение денежных средств. Из одного кармана в другой. Даже не берем разворовывание. Вы платите, вы зарабатываете. То есть, кто-то зарабатывает, платит налог, а кто-то его потребляет. Другие слои населения. Дело в том, что это максимально отражает вообще российское устройство общества. Круговая порука. По русской правде, если не ошибаюсь, община, на территории которой находили труп с признаками насильственной смерти, выплачивала виру родственникам убитого до тех пор, пока не находила убийцу. То есть, вот такая как бы общинная ответственность. Деревенская община распределяла землю, земельные наделы между крестьянами в царское время, уже в более позднее царское время. Колхоз, я думаю, не нуждается в комментариях. Коллективное хозяйство. Корпоративная культура сейчас то же самое. Все там в ответе за все. Пофигу, что у вас в договоре в трудовом написано, что вы не отвечаете ни за какой план, у вас с девяти до шести. Нет, все за все отвечают. Вы знаете, когда унитаз ломается в Европе, то его чинят. Когда он ломается в России, идут срать к соседу. Вот примерно так. Такая вот круговая порука. Государству это выгодно. На самом деле, со времен Владимира Красносолнышка ничего не изменилось до сегодняшнего дня. Должна быть община. И если кто-то работать не хочет, то, соответственно, должен быть кто-то, кто его будет обеспечивать. Должен быть вот этот тягловый скот. Поэтому нужны дети. Кто их должен обеспечивать? Другой слой населения. То есть, государство решает свои вопросы за чужой счет. Следующая причина. Селекция быдла, я бы назвал. Что такое многодетная семья, которая будет жить, потребляя из бюджета вот эти налоговые поступления от других людей. То есть, потребляя ресурс, которого она не производила. Не знаю, правда или нет, не проверял. Но где-то читал, что слово пролетарий, в переводе с латыни, это человек, не способный дать обществу ничего, кроме потомства. Почему-то потом пролетариями стали называть людей работающих. Не знаю, так ли это или не так. Но, тем не менее, одним из низших слоев общества в Риме, в древнем, считались вот как раз такие люди. Не способные дать обществу ничего, кроме потомства. Вроде бы их называли пролетариат. Здесь то же самое. Каким образом ведется селекция? Ну, кто-то не признает, я знаю, на канале. Кто-то признает наличие репрессии, допустим, в сталинское время. То есть мы отстреливаем, если признавать, мы отстреливаем определенное количество людей думающих. А что дальше делать? Ну, допустим, прекратили мы эти расстрелы. Дальше думающие люди, они все-таки иногда рождаются. Нужно их вытеснять. Знаете, посмотрите статистику какую-нибудь по количеству населения в России. Иммиграционный прирост компенсировал потери. То есть это что означает? Что там 5000 какие-то ненужные докторов наук выезжают за рубеж, а там, не знаю, переселенцы из стран Азии, с Востока, вполне компенсируют с лихвой потери. Численно, да, компенсируют. Качественно России не нужно качественно. Управлять легче. Зачем кандидаты наук? Чтобы они что-то говорили? Или доктора? Чтобы они какие-то мысли высказывали? Поэтому должна быть селекция быдла. Мы должны создать максимально выгодные экономические условия для вот этого пролетариата, который не способен дать ничего, кроме потомства. И минимально выгодные для людей, которые действительно что-то производят, думают, могут что-то создавать. Чтобы они побыстрее к чертовой матери отсюда уехали. Ну или не уехали, но тогда мы им создадим тут, как говорится, гетто. То есть они будут работать вот на этот самый пролетариат. Диктатура пролетариата. Только пролетариата именно в его том римском понимании. То есть тех многодетных семей, условно говоря, если нынешним языком говорить. Следующее, банальная причина, на мой взгляд, бабки в бюджет и разворовать. Думаю, что в комментариях она не нуждается. Кто сказал, что, собственно, на этот самый пролетариат будет расходоваться налог? Кто сказал, что это просто не дополнительный источник дохода для бюджета и, соответственно, возможность разворовать его? Причем далеко не пролетариями, а там, наверху, власть имущими. Следующее. Тут, да, думаю, что тут без комментариев. Следующее. Любое государство, вообще государственное управление, напоминает секту, но чем государство свободнее, тем оно меньше ее напоминает. Если же государство не свободно, то оно вообще очень похоже на секту. Посмотрите Северную Корею. Типичная секта. Так вот, что такое секта? Это максимальный контроль сознания. Во всех сферах. То есть вы не должны оставаться наедине, вы не должны оставаться с какой-то позицией в своих мыслях от личной, от генеральной линии партии. Как вы думаете, когда вот этот налог введут, и, допустим, ну, в советское время был налог на бездетность при отсутствии детей, не маленькое количество, а полное отсутствие, так вот, кто-то обходил этот налог, приносили там справки об импотенции даже, о бесплодии в работодателю, и вроде бы налог этот не платили. Допустим, вы сейчас попытаетесь избежать этого налога и принесете там, не знаю, справку об импотенции работодателю. Как вы думаете, когда человек больше будет свободным, больше у него будет формироваться свободное сознание, когда он просто живет, там, заключает договор, работает, все, 18.00, отвяжись, деньги отдай, я пошел. Или же, когда тому же работодатель, он должен будет, извините, показывать там, что у него в трусах делается. Подконтрольность полная, подконтрольность теми же сектантами, теми же адептами, вашими окружающими. А что у вас в штанах? Ну-ка, отчитайтесь перед обществом, или налог заплатите. Это, мягко говоря, не будет способствовать развитию какого-то свободомыслия, что для государства тоже выгодно. То есть достигается такая вот социальная функция налога. Ну и последнее, в принципе, это можно и к первому отнести, и к последнему, у человека с детьми создается иллюзия смысла жизни. Продолжение какой-то в вечности, хотя никакого продолжения нет. Стакан воды в старости, хотя зачастую в старости вы можете оказаться в доме престарелых, а потом невостребованным трупом в морге. 20% трупов, кстати говоря, в моргах невостребованы. Далеко не все они одинокие были, эти трупы. Многих родственники пишут отказ, что не нужен, не будем захоранивать. Многих за соцспособие хоронят. 20% невостребованных. Я думаю, что реально людей без родственников там ничтожно малая доля. Да не нужны просто, и все. Это норма человеческих отношений. А когда у вас есть иллюзия смысла жизни, вы не попытаетесь создать себе другой. У вас уже есть стакан воды, зачем вам думать, как его создать. Здесь вы можете прийти к мыслям, что в России его не создашь, надо уезжать. Потому что в России у вас даже накопление могут отобрать. А он у вас есть уже в лице ребенка. То, что у вас потом его не будет, это уже роль не играет. У вас есть смысл жизни. Новый создавать вы не будете. Вот это последняя, пожалуй, причина. Ее можно отнести, ну, больше, конечно, к детям, но также их налогу. Ну, вот примерно вкратце, я думаю, что есть еще какие-то причины. А вкратце примерно вот так. Продолжение следует... Продолжение следует...